Добрый день, я всех вас приветствую. Благодарю организаторов за такую важную конференцию. И хочу сказать, что именно обсуждение такой темы, связанной с вопросами смерти, очень гармонично и благоприятно именно в этот момент времени с точки зрения космоса. Тема очень важная и обширная, а времени мало, поэтому я буду очень конспективно и кратко рассказывать самые важные и интересные моменты. Вначале хочу сказать несколько слов про зороастризм, который я представляю, и с точки зрения которого я буду сейчас озвучивать. Я надеюсь, что многие из вас про него слышали, но все-таки лучше еще раз пояснить, что это такое. Это древнейшая традиция, корнями уходящая вглубь времен. Имя этой традиции дал пророк Заратуштра. По мнению ученых, он жил примерно 4000 лет назад. И хотя зороастризм был распространен в древнем Иране, древней Персии, но все больше ученых, исследователей, говорят о том, что Заратуштра родился и жил на Урале и на Поволжье. И с этой точки зрения для всех нас очень важно понять те идеи, которые Заратуштра донесли до человечества. В свое время именно зороастризм стал всплеском цивилизации, истоком всей нынешней нашей современной цивилизации. Достаточно сказать, что все известные традиции, такие как христианство, ислам, буддизм и многие другие, черпали свои истоки именно в взглядах зороастризма. Также стоит сказать, что ученые не только на словах смогли выяснить это, но и нашли подтверждение того, что зороастризм относится к нашей территории. На Южном Урале была найдена страна городов, среди которых выделяется Аркаим, про который многие из вас слышали. И сам по себе Аркаим есть не что иное, как идеальная, точнейшая модель вестийского мифа о Варе, о ограде, о городе-храме, который сохраняет древнюю традицию. Он построен по точнейшему принципу проекции космоса на Землю. И вся традиция зороастризма связана о том, что человек часть космоса, часть мира. И будучи, живя в этом мире, необходимо эту связь сохранять и поддерживать. И сам этот город-храм, не только там постоянно гореологой, но это еще город-обсерватория. И в нем закодированы, заложены точнейшие знания космоса. Что же говорит зороастризм по вопросам жизни и смерти? Вопрос достаточно важный. И чтобы его осветить, необходимо откоснуться к первоистокам, что лежало в основе мироздания. И сейчас я пытаюсь вкратце рассказать мифологию творения нашего мира. С точки зрения зороастризма, с точки зрения авистийской традиции. Почему мы смертны? Почему мир, в котором мы живем, имеет какой-то предел? Что что-то появляется, оно имеет свое завершение. Дело в том, что считается, что мир создан абсолютом, богом, который своими мыслями творит свои вселенные. Во вести он называется зерваном. Считается, что наш мир, наша вселенная только одна из мыслей этого непостижимого абсолюта зервана. По его замыслу, наш мир должны были создавать два духа. Один создает духовное, другой материальное воплощение. Они друг другу помогают и как бы как дом строят снизу и сверху и создают прекрасное творение. Но каждому из них была дана свобода выбора. И этой свобода выбора один из них воспользовался, скажем так, не во благо. Он решил этот мир как бы починить себе и как бы ничего не делая, потом его захватить. В итоге в традиции он стал называться ангроманию, духом зла. А другой дух, он выбрал путь, как бы правильное созидание, путь любви и творения. Он стал называться в традиции Ахурамазда, как бы господин мудрость, дух мудрости. И в итоге сложилась ситуация, что вселенная создана, ее необходимо как бы дальше развивать, но один из них оказался, скажем так, не совсем хорошим. Как быть? И чтобы творение было создано и доведено до конца, и прошло всей стадии развития, и было все как бы, прошло как задумано, и этот злой дух не смог причинить вреда, этому творению. Творец, как бы благословленный Зерваном, создал так называемую ловушку для этого духа зла. И мир, в котором мы живем, по представлению зероастризма, по представлению овесты, это не что иное, как временное континумум, куда пойман этот злой дух. И поэтому, чтобы этому злому духу была поставлена преграда, аграна, именно она и является временем. Что такое время? Это феномен, который ученые только пытаются понять, постигнуть. А вот во вести этому понятию дается колоссальнейшее внимание. И считается, что мир, в котором мы живем, он называется Зерван Корана, мир, который имеет свои рамки. И все, что находится в этом мире, оно ограничено. Идет непрерывное развитие из прошлого в будущее через настоящий момент, но оно как закольцовано, оно не имеет выхода. Но при этом же существует мир вечности, мир абсолюта, называется Зерван Акарана, где как раз есть место Творца, место всего высшего, светлого и доброго. Туда путь темному духу заказан, но тогда не прорваться. И такой взгляд помогает понять, что же происходит в нашем мире, кто мы есть. А человек, с точки зрения Авесты, это творение Бога, его дитя, которое в потенциале должно пройти этапы эволюции и достичь такого пика, что будет уже создавать свой мир. Но на данном этапе мы вынуждены жить в этом мире. Почему? Потому что одолеть этого злого духа, который пойман в эту ловушку мироздания, Зерван Корана, можем только мы. Если мы будем делать правильный выбор, каждая частичка этого целостного организма, каждая нервная клетка, каждый из нас сделает свой выбор в сторону света, в сторону добра, откажется всего негативного. Тем самым мы поможем этот мир спасти и сделать его лучше. Но оказываясь в этом мире, мы получаем тело, которое имеет свой предел во времени, смертно. По поводу бессмертия довольно много рассуждается, но в зороастризме достаточно четко говорится, что наша истинная сущность, наш дух, искра Божья, она бессмертна. То есть бессмертием, по сути, наше истинное Я уже обладает. А вот тело, как бы мы здесь не стремились изменить, его улучшить, оно, к сожалению, поставлено в рамки и будет ограничено. Но пророчества говорят, что наступит такой момент, когда зло будет как всем уничтожено, слопнуто, и тогда каждый из нас получит последнее тело. И опять же про взаимосвязь традиций. В принципе, понятие страшного суда или обновление мира, когда будет новая земля, новое небо, это корни уходят в авистийскую традицию. Таким образом, очень важно понимать задачу человека. Есть психолевийская книга, издание такое, называется «Бундахишин». Это переложение более древних авистийских книг, знаний. Переводится как «Основотворение». И в них рассказывается как раз в этой истории «Сотворение мироздания». Говорится, что первый человек носил имя Гаямарт. Март, смерть, это уже смертный человек. То есть, оказавшись в этом мире, уже как бы смертный. Все-таки не сразу, но Ангрома не смог его одолеть, погубить. И уже из имени Гаямарта на земле появилось человечество. И перволюди, наши первопредки по этой традиции носили название «Маша и Мышиана» или «Марта и Мартьяна». То есть, разделение на мужчину и женщину уже произошло, раскол. И имя как бы смертное и смертное. Можно произвести еще интересный такой миф, изложенный в Бахман или в Ухаман-Яште. Заратуш, порог авистийской традиции, спрашивает Господа Бога, ну, Духа Мудрости. «Сделай меня бессмертным. Тогда я смогу столько здесь сделать для людей. Ну, так хорошо будет для мира. Если я буду бессмертным, и буду проводить твое влияние здесь». На что происходит такой ответ? Что, к сожалению, если я тебя сделаю бессмертным, то и весь этот мир, и зло в этом мире тоже будет бессмертным. И тогда творение не пройдет своего восстановления, избавления от этого вируса зла, которое здесь получилось. Поэтому, чтобы ограничить зло, к сожалению, и тебя я могу только смертным сделать. Можно также сказать, что есть интересная книжка «Артаверас Намак». Ее часто называют «Пихлевийской божественной комедией». И в ней говорится о том, как один праведник проходил по местам рая и ада. Хотя, на самом деле, действие происходит в этой книге 331-й год до нашей эры. Это когда Александр Македонский завоевал Древнюю Персию, и был упадок традиции. И чтобы восстановить эти утраченные знания, решили как бы с помощью духовных практик отправить этого праведника в этот иной мир, чтобы он рассказал, как и что для людей. Записана эта книга была где-то в 9-10 веке уже нашей эры. Ну, а Данте написал свою комедию великую в 1321 году, намного позднее. Но представление о том, какие есть места лучшие, светлые для праведных душ, какие есть наказания, какие проступки для людей в виде ада или варианты чистилища, это вот в этой книжке довольно интересно изложено. Например, есть такой момент, когда его сопровождает как бы ангел, он идет в одно место, хочет попасть в рай, смотрит в очень мощный поток воды, бурная река. Он говорит, что такое, почему так трудно перейти туда? А это слезы, это люди, которые оплакивают своих ушедших из земного мира. Они здесь сливаются в бурную реку, и вот этим душам сложно перейти. То есть отношение к смерти, что это что-то такое тяжелое, что-то потеря, что надо скорбить и переживать, конечно же, это в зарослизме нет. Сама по себе традиция зарослизма очень оптимистичная, очень жизнеутверждающая, но в основе всего лежит понимание, что наш мир дуален, как бы, да, есть жизнь, а есть и смерть. И это как две орел и решка, одно без другого не может быть. Это как бы свойство нашего мироздания. Пожалуйста, дальше. Отношение к смерти считалось очень важным. Когда человек умирает, считается, что временно злой дух смог одолеть его, и тело настолько пропитано этими манациями злого духа, что к нему даже не стоит прикасаться. И зарослицы, ну, особым образом проводили всякие ритуальные обряды. Строились специальные дахмы, башни молчания, где, скажем, специальные вороны или птицы, поедающие мертвую ткань, слетались и поедали то, что осталось от человека. И в итоге оставались только косточки, которые выслушивались воздухом, освещались солнцем, и вот эти косточки уже можно было как бы захоранивать, хранить и поддерживать. А для зарослицы прикоснуться к мертвому телу, это считалось осквернением. Что, да, вот была жизнь, здесь было все хорошо, но вот временно дух зла одолел, и наступил момент смерти. Ну, вот в этой фотографии башен молчания в язде в Иране, они сейчас уже не действующие, ну, только, скажем, в Индии парс сохраняет эту традицию и захоранивают своих людей именно таким образом. А специальные либо собаки, либо вот какие-то птицы мертвую, оскверненную тканчика поедают, и дальше уже косточки переходят. Но отношение к этим местам, оно священное. Считается, что это некая как бы лестница на небо, что здесь как бы, ну, сущность человека переходит как бы в высший и лучший мир. И какого-то такого, ну, отвращения, пренебрежения, или там какого-то, ну, что такое там, мертвого, этого ни в коем случае нет. Пожалуйста, дальше. Теперь еще один очень интересный взгляд. Понятие моста. Вот оно сегодня уже прозвучало, но для зарослицев это одно из самых священных понятий, понятие перехода. И считается, что когда человек покидает этот земной мир и идет в мир иной, он проходит по мосту. Этот мост во вести называется Чинват, Чинвар. Как бы мост выбора. И он определяет как бы посмертную судьбу человека. Очень красивый миф изложен в вестиских текстах. Считается, что если человек жил праведно и делал все хорошо с позиции морально-этического закона, то тогда этот мост как широкая дорога, ведущая его на небеса. Его встречает Даэна. Даэна – это персонификация совести, внутренней веры человека. И если человек был добрым, то это в виде прекрасной, самой лучшей девушки. Она берет его за руку и проводит в Градман, как бы в рай. Если же человек способствовал умножению страданий, выступил на стороне темных сил, как бы его выбор был не совсем благоприятным, то после смерти этот мост постепенно сужается и превращается в лезвие бритвы. Там его встречает безобразнейшая, ужасная, какая-то страшная старуха, описана в текстах, которые его туда сталкивают, и он падает в ад и проходит возмездие. Но, скажем, в отличие от христианского ада, зароастрийское понятие ада, что это временное, что как бы человек ни оступился, как бы он плохо ни сделал, но все-таки это творение Бога, дитя его. И скупив какими-то страданиями свои проступки, все-таки его истинная сущность будет спасена. То есть понятия вечных мук в заростреизме нету. Также понятие суда. Есть как бы их два этапа. Один из них посмертный, где оценивается жизненный путь человека в течение его жизни, который проходил. А также есть понятие страшного суда. Это когда вот уже будет весь мир проходить критические изменения, когда там вот уже потекут расплавленные реки, и вот в этот момент уже тоже еще один этап этого суда будет проходить. Но для заростреица слово страшный суда, оно не есть страшное. Считается, что этот момент – это избавление того вируса зла, который проник в наше мироздание. И что рано или поздно он наступит. И в принципе все заростреицы молятся о том, чтобы этот момент наступил поскорее, чтобы негатив и все зло, которое в этом мире есть, чтобы оно ушло. И фрошегир – это не есть понятие, что такого ужасного. Это, как вот недавно в 2012 году обсуждали, что не конец света, это конец тьмы. Также очень интересно рассказать про одну из составляющих овестийской традиции. Это так называемая астрология, наука о космосе, взаимосвязи всего здесь происходящего. Овеста состоит из 21 Наска. И вот один из Насков, 26-й по счету, Нодар Наск, посвящен науке о звездах. И для заростреицы очень важно было понять свою судьбу, кто ты есть, какой твой путь, в чем ты индивидуален, какие тебе особенности на твоем пути, что хорошее, что плохое. И зная свою судьбу, человек может прожить свое наиболее правильно. И именно знание астрологии было священным и уважалось в зароастризме. И не случайно, что Древняя Персия славилась своими мудрецами-астрологами. Можно сказать, что в астрологии есть 12 знаков зодиака. Многие из вас про них слышали. И также многие знают, что именно Скорпион соотносится со знаком смерти. И вот я начал, что с точки зрения космоса очень благоприятное время для такой тематики. Именно сейчас в знаке Скорпиона находится не только Солнышко, но и много других важных показателей, в том числе и точка света, которая помогает разобраться, как надо жить, что надо делать, чтобы твой путь был верным и чтобы твое посмертие было тоже благоприятным. 12-й, последний знак рыбы, когда все завершилось. Совсем не так. В астрологии считается, что это восьмой почти-то знак. Какое-то кризис, какое-то перерождение, когда человек должен измениться. Чтобы понять, осознать и видеть уже какой-то на другой, новый уровень. И если анализировать этот знак Скорпиона по всем составляющим, можно очень глубоко и понять смысл этого феномена, что же такое есть смерть. Также можно сказать, что в вестийской астрологии древние мудрецы смогли сохранить таблицы расчета, что если известен гороскоп человека, то, можно сказать, известно время его жизни. Причем считалось, что у человека около семи дверей, семи окон, когда человек может покинуть этот мир. Эти даты определялись. И считалось, что человек должен прожить свою жизнь максимально счастливо, радостно. И выйти не в первую, вторую, третью, а в самую последнюю дверь. Чем дольше мы в этом мире живем, чем больше вокруг нас, как бы, с этой радости забрать, тем более радостны наши близкие и окружающие нас люди, тем, скажем, мы наносим, кстати, шиперный удар по этим темным силам и оставляем большой вклад своим потомкам. То есть, знать свою судьбу и, вот, знать, скажем, период, который тебе указан, это очень важно, потому что, чтобы можно было правильно скоординировать свою жизнь. В завершении хочу сказать, во вести есть девиз, есть только один путь истины, а все остальное без пути. Поэтому хочу пожелать, чтобы каждый из нас шел по этому пути. И тогда для нас и жизнь, и смерть будет продолжение этапа своего развития. И мы сделаем свое доброе дело во благо и мира, и своего развития. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.